21 апреля в Крымском Федеральном Университете прошла четвертая Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма». Ее основная цель – привлечение внимания общественности к проблемам сохранения культурного наследия и углубления знаний обучающихся об истории родного края. Вот такое вот прикосновение каждого нашего студента, каждого молодого человека к историческому и культурному наследию, оно делает его духовно богаче и духовно чище. Оно позволяет ему смотреть на мир совсем по-другому. Не просто как на некое строение из интерманского камня или из кирпича, красиво или не очень, а как на часть культуры, часть истории великой страны. И делает его сопричастным к этой культуре и к этой истории. Это, наверное, самое важное. Конференция открылась с презентацией проектных работ на тему «Объекты культурного наследия Симферополя. История и современность». Участниками конкурса стали студенты Таврической Академии и Таврического колледжа Крымского федерального университета, среди которых индивидуальные исследователи и авторские коллективы. Как всем известно, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Это одна из причин, почему я решила представить на этот конкурс один из интересных симферопольских памятников фонтан Савопола. Вокруг него входят интереснейшие легенды. В течение многих веков также эта вода использовалась как и питьевая, и целебная. Но на сегодняшний день, к сожалению, вода является непригодной для употребления из-за ее загрязненности неочищенными источными водами. И являясь студенткой Институтом иностранной филологии, я вижу этот памятник почти каждый день и не перестаю удивляться его интереснейшей истории. Мы решили восстановить историю естественного исторического музея в Симферополе. Нам стала эта тема очень интересна, и поэтому мы решили сделать такой проект. У нас с Лизой совпали интересы, когда мы выбирали, почему мы выбрали. И мы решили, нам было очень интересно, что это за музей, и выбрали именно его, потому что он стал первым естественно историческим музеем Таврической губернии. Он стал очень популярным, и его называли чуть ли не «Жемчужиной Крыма». Организаторами конкурса выступили Управление развития и образования Департамента образовательной деятельности и Исторический факультет Таврической академии КФУ. Конкурс направлен на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, опыта проектной деятельности, развитие у студентов интереса к истории и культуре родного края. Работы участников оценивала экспертная жюри. «Конкурс великолепный, ребята все молодцы, сделали отличную работу. Очень нравится, что идет вовлечение ребят с первого курса в историю. Очень надеюсь, что они будут развиваться в этом направлении, потому что тема, безусловно, глубока. Историческое наследие огромное, его нужно сохранять, его нужно развивать, его нужно выявлять. И нужно вообще заниматься этим, заниматься студентами». Следующим этапом конференции стал круглый стол на тему. «Эффективные практики сохранения и использования объектов культурного наследия». На встрече обсудили проблемы формирования градостроительной среды Крыма и рассмотрели опыт сохранения объектов культурного наследия в центральных областях России. «Актуальных проблем много. Это, во-первых, и вопросы реставрации, и вопросы инвентаризации объектов культурного наследия, и вопросы, то, что касается уже выявленных объектов культурного наследия, но формально еще не состоящих на государственном учете. Нет, но все эти вопросы, они решаются по мере возможностей и финансовых, и чисто технических. В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав Крымского федерального университета, представители государственных органов власти, научных учреждений, общественных организаций и магистры профильных направлений подготовки Таврической академии и Академии строительства и архитектуры. Продолжение следует...